Когда мы говорим, что Леброн Джеймс MVP, то подразумеваем, что он очень разносторонний игрок. И вот почему он может играть на любой позиции. Первая скорость. Средний игрок NBA может пересечь баскетбольную площадку за 13 шагов. А Леброн всего за 9. Мы зафиксировали, что он двигается со скоростью более 32 км в час. Это даже быстрее, чем результат Криса Пола. Когда Джеймс пасует, мяч летит со скоростью 64 км в час. Леброн выпускает мяч из рук быстрее, чем за 0,2 секунды, что вдвое быстрее среднестатистического квотербэка в НФЛ. Это означает, что на расстоянии 10 метров Леброн передает мяч быстрее, чем Том Брэдди. Далее техника. Леброн обычно выпускает мяч из рук на высоте более 2,5 метров. Это выше, чем расположение дорожного знака стоп. Если защитник ростом 2,03 отходит от Леброна на расстояние 90 сантиметров, то запас по высоте над рукой соперника будет около 30 сантиметров. Фактически у Леброна будет открытый бросок. В этом сезоне его процент точных попаданий с игры даже выше, чем у одного из лучших снайперов всех времен, одноклубника Рея Аллена. И, наконец, размер. Среднецентровой в НБА имеет рост 207 сантиметров. Высота прыжка 80 сантиметров позволяет ему закрывать пространство порядка 100 кубических метров. Леброн на 5 сантиметров ниже. Но его более чем метровая высота прыжка дает закрыть пространство на 12% больше, чем среднестатистический центровой. Благодаря этому Леброн забирает больше 13% всех возможных подборов, что соответствует показателям лучшего защитника этого года, Марка Газоли, который на 15 сантиметров выше Леброна. В заключении стоит отметить, что навыки нападения, которыми обладает Леброн, настолько же хороши, как и его защита. Как индивидуальный защитник, Леброн позволяет забросить лишь 9 десятых очка за владение. По этому показателю он соответствует специалисту по индивидуальной защите Тони Аллену. Озвучено Юларионов ТВ. Особая благодарность Диме Суранову.